Как во время войны и на войне зарабатывают российские священники и даже их жены? Сколько миллиардов из бюджета получает пропагандист Соловьев? И на каких природных богатствах Украины пытается озолотиться путинский оккупационный режим? Про это и не только. Сегодня в программе «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев. Начинаем. Русская православная церковь поддержала развязанную Путиным войну в Украине. Из-за этого РПЦ, как считают эксперты, теряет влияние и в самой России, и на всем постсоветском пространстве. К чему это приведет, узнаем со временем. Пока же видим, что даже военный удар по имиджу церкви не мешает попам, а также их женам, зарабатывать на верянах. Что нынче модно впаривать православным на поприще войны? Смотрим. Русская православная церковь всячески поддерживает путинскую войну. Кто-то ездит на передовую, кто-то плетет сети и собирает гуманитарку оккупантам. А кто-то ищет заработок. Доход священника складывается из зарплаты и пожертвований. Выплаты зависят от географии епархии. Но не всем повезло быть путинским ручным попом, как Кириллу. Поэтому российские попы ищут заработок в интернет-пространстве. Некоторые готовы на все ради количества лайков. С 2023 года аудитория крупнейших блогеров, транслирующих христианский контент в Телеграм и Ютьюб, выросла на треть. А сама волна интереса к набожным блогерам пришла осенью 22-го после объявления мобилизации. Это уже святыня. Это уже история. На помощь российским попам пришли их жены. Они не выглядят, как типичные жены священников, хоть и носят платки и ходят в храм. Их аккаунты о православии, молитвах. Матушки провернули схему заработка даже в запрещенных соцсетях. Они дают консультации по материнству, показывают стиль. Тут обсуждают секс, стресс, аборты, отношения с мужем, конфликты с детьми и дресс-код для похода в церковь. Для того, чтобы стать знаменитой православной инстаматушкой, нужны всего лишь подписчики и раскрученный аккаунт. В их инстаграм можно увидеть сборы в храм. Не брезгуют они и рекламой косметики. Отвечаю на волнующий очень многих вопрос. Можно ли краситься матушкам и девушкам в храм? Конечно, можно. А это 33-летняя матушка Иулиания. Она совмещает блок-модницы с православием. Матушки рекламируют вещи российских дизайнеров, на которых, собственно, и зарабатывают. Заработок на блоге в среднем 30 тысяч в месяц. Она объясняет, что зарабатывает не на православии. Училась снимать ролики и теперь обучает других. Дает уроки по ведению соцсетей, а свои услуги продвигает через инстаграм. А это жена священника из Санкт-Петербурга Екатерина Муравьева. Ее канал с подборками модных товаров, авторскими капсулами и списками удачных покупок. В инстаграм она рассказывает о буднях матушки, показывает богослужения и рекламирует свой модный телеграм-клуб, где подписка, кстати, стоит 790 рублей в месяц. Я очень сильно хочу поблагодарить каждого из вас, кто проявил ко мне доверие и вступил в мой клуб. Я специально долго не прогревала, как бы не делала никаких анонсов. Бабкина сегодня одна из самых популярных православных матушек-блогеров с аудиторией в 10 раз больше, чем у остальных матушек. Алина и сегодня продолжает вести инстаграм, где у нее 215 тысяч подписчиков. Кокошник – бессменный атрибут православного стендапера Бабкиной. В их обязанности входит и прогрев РПЦ с государственными мероприятиями. В тот день, когда Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, 24 февраля 2022 года, в большинстве этих аккаунтов не было мольбы о прекращении бомбардировок. Они постили детей, котиков, пироги и тюльпаны, как символ долгожданной весны. Ни слова о войне и молитва к Богу о ее окончании. В середине марта 2022 года на России запретили, заблокировали инстаграм. Некоторые православные матушки на всякий случай попрощались со своими подписчиками и пообещали осваивать новые соцсети. И уже спустя несколько дней продолжили постить в запрещенной сети свои будни и селфи, что и делают по сей день. На днях на ток-шоу главного российского пропагандиста прозвучала крамола о возможном поражении России в войне. Об этом вслух сказал режиссер Шахназаров. И что самое интересное, Соловьев с ним на фоне курских событий спорить не стал. Насколько дорого может обойтись ему этот сбой в программе? И сколько вообще получает Соловьев из бюджета ваших денег за то, что вам же будет нагло врать? Считаем. Утечка прямо из правительства России. Стало известно, сколько Соловьев получает от Путина за свои истерики в эфире. Уничтожать! Сходу уничтожать! Всю нацистскую хунту! Если тебя Родина призвала, иди. Если пока тебя Родина не призвала, готовься. За подобное поведение напрямую из госбюджета ему выделили полтора миллиарда рублей. Как в 2023 году, так и еще раз в 2024. Вот же сборище уродов. Ну просто кукольный театр. Утечка произошла из управления администрацией президента. Ее возглавляет Сергей Кириенко. Тот еще путинист. Мне очень понравилось. Я видел вчера выступал здесь Рамзан Ахматович Кадыров, который, мне кажется, дал очень хорошую формулировку. Его спросили про мобилизацию. Он сказал, не надо никого мобилизовывать искусственно. Мы сами должны мобилизоваться и объединиться вокруг президента. Вот это самая главная история. Бюджет разделен на три категории. Президентские выборы, информационно-идеологическая война и так называемые новые регионы, оккупированные территории Украины. Всего на эти категории выделили 110 миллиардов рублей. И часть из этого получил один из главных путинских пропагандистов. Что-то вы о себе в последнее время много стали думать. Что-то как-то вы обнаглели. Уберите всех этих дур. Елена 33, Елена проклятая мразь. Забаньте сразу хр**. Я сказал забанить дуру Елену 33. Почему до сих пор не забанили? Редакторы будут сегодня работать? Вот всех кретинов. Павла Лукина и всех прочих. Нахрен. Что примечательно. Изначально в администрации президента планировали выделить Соловьеву 3 миллиарда рублей. Но рядом с суммой была заметка. Ждем встречи Соловьева с президентом. В итоге финансирование оставили на прошлогоднем уровне. Полтора миллиарда рублей. Реальные доходы пропагандиста пытаются выяснить уже далеко не первый год. Так, в 2020-м издание The Insider изучило федеральную налоговую службу и посчитало, что Соловьев заработал больше 52,5 миллионов рублей. Это чушь полная. Если почитать некоторые СМИ, то выходит, что я зарабатываю миллиарды, отметил Соловьев. И ведь действительно всего 52 миллиона. Как-то маловато для любимчика Путина. Сзади Константин пишет. Покажи героизм на фронте. Я там был не раз, а ты, сволочь, где? Журналист проекта, можем объяснить, получил в свое распоряжение данные о доходах Соловьева. Согласно им, за тот же 2020 год Путинист получил лично в карман 84 миллиона рублей. Только от компании СВ Консалтинг. На зарплаты сотрудникам, снятие офиса и многое другое Соловьев потратил всего 1 миллион, а 84 забрал себе. На что же тратит эти деньги Рудольфович? Про его 5 вилл в Испании знают уже во всем мире. А после арестов он впал в небольшую депрессию. А мы могли не начинать 24 февраля? После того, что мы видели, происходит. Сейчас он уже отошел от шока и стал вести себя, как обычно. Истерить, кричать и злиться. Какой хребет курс так скачет, что над нами вся заграница теперь смеется. Что одна из трех самых слабых валют у нас рубль. Благодаря гениальной политике Центробанка, которая даже презирает народ, чтобы хоть слово ему сказать о чем-то. В своих потугах он особенно сильно выделяет Мерседес, на который не по-детски обозлился. Мерседес Бенц полностью уничтожил свою репутацию. Навсегда. Ее больше нет. Я думаю, что в какое-то время мы просто придем к вам на ваши ремонтные заводы, на ваши заводы по изготовлению. Ну, поможем вам наладить качество. И вы, наследники немецких нацистов, не питайте иллюзии. Мы вам ничего никогда не простим. Причина у его вскриков довольно очевидна. Мерседес ушел с рынка России и отключил дилеров от программного обеспечения. А Владимир Соловьев любил Мерседес. Он сам является владельцем как минимум одной их машины. Где коллективный иск, направленный против Мерседес Бенца с требованием, чтобы они выкупили назад все машины, которые породили России? Почему мы не разорим эту нацистскую сволочь? Мерседес, БМВ, Ауди, Фольксваген объявляют своими врагами русский народ. Эти подонки годами зарабатывали здесь деньги. Теперь они говорят, все, мы взяли и отключили. Путинский пропагандист, годами накапливающий деньги от режима, потерял все ценности, которые хотел. Он, по сути, лишился недвижимости в Италии и там же вида на жительство. Виллы под арестом. Въезд на территорию Евросоюза запрещен из-за санкций. Так что теперь кровавые путинские деньги не доставляют ему столько же радости, сколько раньше. Тем временем дыра в российском бюджете становится все больше. Только за последний месяц дефицит увеличился еще в полтора раза. Далее разбираемся, как Кремль все еще умудряется спасать ситуацию. Какие ресурсы для этого задействуют. И как скоро, когда заначки закончатся, все рухнет. Дыра в российском бюджете непрерывно растет. Вот только за последний месяц она увеличилась в полтора раза. Пришли данные за июль. И здесь у нас рубрика «Чудес не бывает». Дефицит вырос примерно в полтора раза на 433 миллиарда рублей. И вот он по итогам 7 месяцев составил 1,36 триллиона. Это две трети от планового годового. Причем повышенного планового годового. Очевидно, Кремль не может удержать дефицит под контролем. Денег катастрофически не хватает. Конечно, главная причина – это война. Непомерные расходы на военные преступления Путина и всех путинистов в Украине. В июле есть некоторые некритичные, но тоже заметные снижения нефтегазовых доходов. При этом расходы выросли. То есть они их держали в течение, условно говоря, мая-июня. Но война и все остальное требуют денег. Забирают деньги у Путина из санкции, увеличивая дефицит бюджета. Речь не только о неполученных нефтедолларах. Из-за экспортных ограничений. Доклад Института энергетической стратегии, энергетических исследований Академии наук. Который посвящен этот доклад будущему энергетического комплекса России. И там, в общем, довольно жесткий вывод о том, что уже больше никогда в своей истории России к тем доходам, которые она имела от экспорта нефти и газа, не вернется. Проблема в том, что после введения антивоенных санкций, многие предприятия РФ с трудом выживают и требуют дотации у Кремля. Самая крупная компания, которая еще недавно приносила миллиарды долларов в бюджет, теперь нуждается в финансировании из бюджета. Это «Газпром». «Газпром» уже по прошлому году имел убыток, по-моему, в 80 миллиардов рублей у него был. В этом году ему предсказывали убыток в триллион рублей, в общем, вот так и будет. «Газпром» стал убыточной организацией. И уже в пору обсуждать тему, что надо датировать «Газпром», чтобы он, в общем, мог дальше жить. Потому что если он убыточный, то он проедает свой капитал. Это не бесконечный процесс, и дальше он должен прекратить работу, потому что не будет финансирования деятельности. А это, как вы понимаете, для России катастрофа, в том числе просто обычная бытовая катастрофа. Поэтому, конечно, государству придется, наряду с расходами на войну, находить деньги на финансирование убытков «Газпром». И дело не только в «Газпроме», чтобы сохранить бизнес. Выведя его из-под санкций, российские олигархи выводят его из страны-агрессора, в дружественные Путину страны. В сегодняшний момент Норильский никель объявил о том, что он собирается строить мощности по производству никеля в Китае. Вот вам яркий пример того, как подсанкционное предприятие для того, чтобы снять санкционное давление, уходит из Российской Федерации. Таких примеров есть достаточно много. Правда, убежать от санкций могут не все. Потому часть российских промышленных гигантов буквально на грани закрытия. Денег на то, чтобы их поддерживать, нет. А в зоне бедствия, например, вся угольная промышленность России, в общем, она вся под угрозой закрытия шахты, ликвидации возможности получения заработка. В зоне неприятной находится алюминиевая промышленность, которая потеряла доходы от экспорта. Это умирает автозаводы, которые, так сказать, раньше производили автомобили, теперь не могут производить, нечего их собирать. Ну и так далее. В этом смысле они идут и все просят деньги у государства, чтобы заводы не закрывать, рабочих не увольнять. А у государства денег вот на такую поддержку нет. Все это значит, что дефицит бюджета в РФ будет только возрастать. Пока его покрывали из накопленных за счет продажи нефтерезервов. Но они исчерпались. Все эти гу... они покрывали дефицит бюджета за счет фонда благосостояния. И они практически полностью исчерпали ликвидную часть фонда благосостояния. Что такое ликвидное, это не связано с никакими обязательствами. Так что на сегодняшний момент реальные источники покрытия дефицита у них отсутствуют. Был фонд официальный благосостояние, его уже практически весь съели. Там осталось где-то, но, видимо, к концу года будет уже меньше 4 триллионов. Может быть, ближе к 3 триллионам. Это, в общем, копейки по нынешней жизни российской экономики. И потому теперь Кремль будет затыкать бюджетную дыру за счет россиян. Ведь именно для этого Путин поднял налоги. Впервые за очень длительный период времени россияне начали использовать такой способ покрытия государственного бюджета, как повышение налога. Речь идет о увеличении налога на доходы физических лиц. Речь идет об увеличении налога на корпоративные доходы. То есть речь идет о дополнительном напряжении на общество и на бизнес в районе 2,5-3 триллионов рублей в год. Для россиян это обернется повышением цен и падением реальных доходов. На сегодняшний момент, если говорить о повышении налогов, автоматически доходы будут падать. Поэтому, естественно, есть смысл говорить о от 2 до 5 процентов падении реальных доходов. Такой болезненный для российского населения маневр даст Кремлю средства, чтобы покрыть дефицит бюджета за 2024 год. Однако глобально проблему с нехваткой денег в казне это не решает. Ведь экономисты в один голос прогнозируют, в следующем году Путин увеличит расходы на войну, а значит и брешь в российском бюджете. Военные расходы на 2025 год вырастут не менее чем на 2 триллиона рублей против уровня этого года. Это я поставил. И вот будем смотреть. То есть если это действительно произойдет, это фактически убьет все попытки Центробанка бороться с инфляцией ставкой. Скорее всего, что дефицит бюджета будет возрастать, потому что скорее всего на будущий год россияне будут тратить на войну больше даже, чем в этом году. Чем 120 миллиардов долларов. Поэтому им придется искать дополнительные источники покрытия затрат на войну. То, чем будет латать бюджет Кремль в этом случае, еще больнее ударит по россиянам. И в целом по российской экономике. Экономисты допускают масштабную эмиссию, что спровоцирует инфляционное цунами. Не исключают и девальвацию рубля в попытке добыть денег для бюджета на скачке инфляции. А некоторые эксперты считают, что Путин может даже забрать сбережения своих граждан. Отнять сбережения населения, во что население России не верит, считают, что такого быть не может. Это очень смешно, потому что недалеко в 90-м году ровно такое было сделано. Был дефицит бюджета государственного Советского Союза и правительство СССР. Просто изъяло все сбережения населения для покрытия дефицита государственного бюджета. И даже не объявилось, что оно будет хоть как-то за это платить. Думаю, что они будут более жестко вести свою политику по отношению к бизнесам тех олигархов и тех, скажем, бизнесменов, которые проявляют нелояльность действующей власти. То есть вот отъем бизнесов, да, вот списание налогов, списание доходов, списание депозитов России вряд ли. А вот отъем бизнесов, не очень лояльных бизнесменов, это да, это будет в массовом порядке. В любом из вариантов эксперты усматривают чрезвычайно острые социально-политические меры, которые, хотелось бы верить, обернутся серьезными последствиями именно для режима. Если деньги заканчиваются в федеральном бюджете, то что уже говорить про региональные? Там нечем платить уже даже наемникам, которых вербуют на войну. Аналитики посчитали, что две трети субъектов РФ не могут найти средств на выполнение поручения самого Путина, который потребовал увеличить разовые бонусы контрактникам до 400 тысяч рублей. Губернаторы пошли в Кремль с протянутой рукой, но допросятся ли они субсидии на войну? Разбираемся. Российский бюджет трещит по швам. Путин выкачивает деньги из регионов. Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 400 тысяч рублей военным. Путин вдвое увеличил выплаты за отправку на войну со 195 тысяч рублей до 400 тысяч. Но вот в чем загвоздка. Эти деньги просто так не появятся из воздуха. Выплаты из региональных бюджетов идут за счет статей, зарезервированных для социальных расходов. Что из этого следует, несложно догадаться. Это ведь не деньги госбюджета, это деньги регионов. Таким образом, федеральный центр пылесосит и пылесосит людей на фронт, и пылесосит финансы у регионов. То есть те деньги, которые могли бы пойти на развитие регионов, они уходят на войну. Требования повысить региональные выплаты до 400 тысяч рублей смогли выполнить только 27 субъектов Российской Федерации. Это меньше трети всей страны. Страна большая, проблем много, правовая неурегулированность. Некоторые регионы просят финансовую помощь у Кремля, ведь сами собрать такие деньги не в состоянии. Некоторые регионы просят у правительства субсидии, чтобы помочь им выполнить просьбу Путина, поскольку они не могут собрать деньги на местном уровне, сообщил чиновник, знакомый с ситуацией. Региональный бюджет у многих просто и сяк. Эти деньги существуют только на бумаге, в указах, в новостях, в лентах, вот это вот все. На деле никто их не будет получать. Более того, некоторые регионы платят смешные деньги за отправку на войну. Так в Архангельской области вы получите всего 100 тысяч рублей, а в Хакасии всего 50 тысяч. Надули. Просто нагло обманули. То есть, по сути, некоторые мобилизованные просто не получат обещанных денег. Зачем платить деньги покойникам? Российской армии нужны люди, которых можно просто отправлять на убой. Но если в правительстве снизойдут и решат помочь регионам, лучше не станет. В итоге за это платить будут обычные люди. И их будет ждать очередной разгон инфляции. Количество денег в результате увеличится. Количество товаров уменьшится. Цены вырастут. Увеличение выплат очень явно показывает еще одну очень важную проблему путинистов. Нехватку людей. С одной стороны, в России тотальная нехватка рабочих рук. Даже без мобилизации все равно вымывание кадров продолжается. То есть, реально просто очевидно по центробанковским цифрам это кадровая катастрофа. С другой стороны, никто не собирается идти и добровольно умирать в Украине за Путина. Поэтому, чтобы хоть как-то завлечь наемников со всей страны, приходится увеличивать выплаты. Людей не хватает не только на гражданки, но и на войне. Это все явно говорит о том, что в российской армии не столько людей, сколько и надо. Более того, это говорит о том, что поток людей, желающих вступить в российскую армию, не соответствует тем ожиданиям, которые у российской власти есть от российского народа. Суммарная годовая выплата в Москве 5 миллионов 400 тысяч рублей. В Ленинградской области и в Питере 4 миллиона 600 тысяч рублей. Но даже за такие суммы многие не готовы умирать. Потому сейчас в Кремле нацелены на малообеспеченных людей. Региональным властям поручили вербовать на контракт должников, банкротов, мигрантов, безработных, подследственных и другие уязвимые категории населения. Проблемы с мобилизацией в России очевидны многим. Отправляют раненых постоянно на фронт, прям даже толком особо не заморачиваясь с лечением. Кашеварова об этом постоянно теперь пишет, что она удивляется. Почему Медведев говорит, что мы набрали 190 тысяч человек с начала года, и при этом мы отправляем раненых на фронт. Типа, если у вас есть 90 тысяч человек, то давайте их отправим на фронт. Почему вы раненых отправляете на фронт? Ровно потому, что никаких 190 тысяч человек с начала года нету. Их не существует. Мертвые оккупанты, но если повезет, с миллионом в кармане. Вот реальная перспектива так называемых добровольцев, которые на самом деле просто наемники. На деле же многие даже не увидят этих денег. По одной из конспирологических теорий, Россия начала эту войну ради установления контроля над урановыми, титановыми, железорудными и другими природными ресурсами Украины. Поверить в эту версию сложно. Тем не менее, факт. Российская армия захватила и пока что удерживает под контролем в Украине месторождение полезных ископаемых на более чем 12 триллионов долларов. Это просто космическая сумма, за которую, как и на которую, Путин мог бы воевать десятилетиями. Напомню, военный бюджет РФ в этом году около 100 миллиардов долларов. По сравнению с 12 триллионами, согласитесь, немного. Далее смотрим, где и что оккупанты-грабители уже начали добывать и вывозить из Украины. Путин твердит, что Россия богата на полезные ископаемые. У нас все есть. Итак, у нас есть нефть, газ, уголь, металлы. Причем самые разные. И черные, и цветные, и золото, и платина, и алмазы. Еще у нас только нет. Но почему же тогда мародерство – одна из целей россиян в войне? В Африке под видом спасения населения Вагнер воюет за алмазы, золото, какао, фосфолиты и марганцевые руды. Поставки энергоэсурсов, ГСМ, перспектива разработки месторождений, как нефтинных, так и газовых, создания объектов по нефтегазопереработке, создания труповодных систем. А вот в Украине Кремль еще видит логистическую перспективу грабежа. Что положительно скажется на уровне жизни в этих субъектах Российской Федерации. Журналисты подсчитали в 2022 году, что Путин захватил более 60% угольных месторождений, 20% газовых и более 40% залежей металла в Украине. Уникальный шанс образовался у Запорожской области. Когда мы можем у бегунков, так называемых, которые сбежали из Запорожской области с уходящими украинскими войсками, это крупные компании, европейские компании, это просто частники, которые поддерживали националистические батальоны или участвовали в них. Образовалось огромное количество предприятий, земель, фермерских хозяйств. Большинство ископаемых на Донбассе. В граничащих с Ростовской областью населенных пунктах оккупационные геологи находят свинец, цинк и медь. Конечно же мы концентрируем, чтобы показатели улучшать на развитии нашей промышленности. Это не раскрытый пока еще потенциал. Сейчас мы можем говорить, что с начала года запущено уже 4 промышленных предприятия. До конца года планируем запустить 15 предприятий, которые простаивали до этого момента. Окупанты крадут у Украины железную руду и вывозят ее по железной дороге через Керченский мост. У Роснедр заявили, из Велико-Токмактского месторождения на временно оккупированной части Запорожской области запасы руды более 1,7 миллиардов тонн. Это позволит обеспечить Россию марганцевым сырьем. Дали, как говорится, стране порядка 2 миллионов тонн железорудной руды. Железно-орудный комбинат сегодня производит, и мы выдаем посредством железной дороги, отправляем на медкомбинат. У нас заработала железная дорога в полном объеме, и мы посредством железной дороги сегодня отправляем и руду, и зерно, и уголь, и металл. Ну и, соответственно, а это хороший тоже налогоплательщик для нас. Чтобы противоправную добычу узаконить, россияне начали выдавать лицензии на добычу. Эти так называемые документы не признает ни одно демократическое государство. Ведь на грабеж документы не нужны. Евросоюз в июне прекратил экспорт марганцевых руд в Россию. В стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2050 года указано, что необходимо завершить интеграцию в российскую экономику минерально-сырьевых комплексов новых регионов страны. На техническое оснащение карьеров по добыче щебня на захваченной территории Донецкой области россияне выделили 400 миллионов рублей. Также вывозят песок, гранит и белую глину для производства фарфора и керамики. Все это вывозят в Сочи. Мы смотрим на ситуацию с большим оптимизмом в плане того, что наши предприятия снова смогут работать и иметь типовую загрузку и с вытекающими отсюда положительными последствиями для наших населенных пунктов. Кремль постоянно заявляет о желании полного захвата Донецкой области. Она им нужна не ради людей, а ради территорий и ископаемых. Энталургия исторически является визитной карточкой экономики Донбасса и одной из приоритетных отраслей промышленности. На территории ДНР осуществляют производственную деятельность целых 36 предприятий и отрасли. Это энталургические, коксохимические, флюсодобывающие предприятия. 50% предприятий и отрасли входят в число основных источников пополнения бюджета. В Донецкой области, в нескольких километрах от Курахова, под Великой Новоселовкой, находится одно из крупнейших в Европе месторождений лития – Шевченковская. Литий, как и другие полезные ископаемые, называют лишь одной из целого списка причин нападения России на Украину. Такого мнения, например, Рот Шуновер, бывший директор отдела окружающей среды и природных ресурсов национальной разведки США. Литий – это ключевой момент при производстве аккумуляторов, ноутбуков, электромобилей, в том числе в авиастроении. Но важнейшая область его применения – это ядерная энергетика. Появление в России своей добычи лития и производства литий в производных не только сделает страну независимой от поставок стратегического сырья из-за рубежа, но и повысит ей же рейтинг страны и отдельных российских компаний. Россия не добывала литий уже 30 лет. Она закупала его у Аргентины и Чили. Но поставки в РФ в 2022 году прекратились. Кремль спешно раздает конфискованные предприятия в аннексированных регионах в управление российских компаний. Ноль налога на добычу полезных ископаемых. Понятно, что регионы имеют большой потенциал с точки зрения угольной промышленности, железно-рудной промышленности и нулевой акциз на жидкую сталь. В Крыму уже качает газ Кум Путина Виктор Медведчук. Есть еще около 200 месторождений полезных ископаемых, которые тоже обещаны друзьям Путина. Нам и сейчас завидуют, иначе бы они лезли к нам. В этом все дело. Но пусть потренируются, а мы будем только укреплять себя изнутри и вовне. Часть награбленного оседает в личном кармане диктатора. Ну а ключевыми мародерами являются придворные путинские олигархи, пока российский народ живет в нищете. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина и его война делают всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас с эфиры еженедельно по вторникам в 18.00, только на телеканале Freedom.